А сейчас мы поговорим о той реорганизации, что ждет эстонскую армию. Прежде всего, силы обороны поставили цель увеличить ежегодный призыв на срочную службу до 4000 человек, то есть призывать на 600-700 срочников в год больше, чем сейчас. Это будет происходить вместе с расширением площади казармы и переездом воинских батальонов. Из Палвиски в Йихви, из Эмори в Палди, а с улицы Фильтры в Таллине в Эмори. Обо всем подробнее спросим офицера отдела стратегических коммуникаций генштаба сил обороны у нас в студии Игорь Ляпин. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Почему было решено до 4000 увеличить число срочников чем-то обусловленной цифрой? Вообще, эта цифра прописана в плане развития государственной обороны. То есть, это политическое решение на уровне Министерства обороны, которое также утвердило и правительство нашей республики. Скажем так, это достаточно реальная цифра, которая может быть достигнута в силах обороны и реальная цифра для нашего общества тоже. Ну, давайте напомним, что сейчас призыв срочников три раза в год происходит. Это, по-моему, январь, июль и октябрь. И вот в начале лета командующий силами обороны генерал-майор Мартин Херм говорил в интервью, что нужно сдвинуть эти сроки на две недели. С чем это может быть связано? Чем это может быть удобнее, чем обычные сроки? Да, все правильно. Главнокомандующий в этом году выступил с такой идеей. И связано это в первую очередь с тем, что у нас достаточно большое число призывников поступает в университеты, в высшее учебное заведение. И так как призыв традиционно у нас проходит в первую неделю июля, то многие не успевают физически ездить на вступительные экзамены в университеты. Поэтому приходится идти навстречу, многим людям давать какие-то отсрочки и так далее. Поэтому если бы мы общий срок сдвинули на пару недель вперед летнего призыва, тогда у тех убитых, которые перед поступлением на службу в армию хотят пройти вступительные экзамены в университетах, было бы больше времени для этого. А мы уж подумали, что это с певческими праздниками связано. Кстати, в этом году те, кто участвовали в празднике песни и танца, получали отсрочку на несколько дней для явки на срочную службу. Давайте расскажем, почему будут созданы вот эти переезды. Скажем, из Палдиски в Ихве будет совершен переезд. Где будут квартироваться солдаты в Ихве? Да, все правильно. В Палдиске у нас находится один батальон под командованием 1-й пехотной бригады. Это Калевский пехотный батальон. И по плану к 2023 году этот батальон должен переехать в военный городок Ихве, где на данный момент базируется только вирусский пехотный батальон. Конечно же, все эти переезды, которые вы упомянули, связаны как раз-таки с увеличением числа срочнослужащих. И само собой мы должны пересмотреть систему выучки. И так как оба батальона, вирусский, который находится в Ихве, и Калевский, который находится в Палдиске, они по своей структуре очень похожи. Оба механизированные батальоны, оба используют броневики и пасси. Поэтому, если эти два батальона будут вместе в одном городке, то будет намного проще планировать выучку солдат, выезд в поля и в леса и прочие ежедневные вещи. Но получается, что присутствие силы обороны в Ихве тем самым удвоится? Да, все правильно. В принципе, да, удвоится. Так как в два раза возрастет число солдат срочной службы, и также, конечно же, переедет и штаб Калевского батальона вместе со всеми офицерами и унтер-офицерами. Но Палдиске, я так понимаю, не обеднеет, потому что из Эмори состоится переезд в Палдиске. Да, все правильно. Весь этот переезд выглядит как такой небольшой круг. Круговорот. Да, круговорот подразделений в Эстонии. В Палдиске должен переехать батальон Logicity, который сейчас находится на авиабазе в Эмори. С чем это связано? Потому что Палдиске для нас является достаточно крупным логистическим и транспортным узлом, поэтому достаточно логично, что батальон, отвечающий за логистику и за перемещение всей техники и продовольствия, будет базироваться непосредственно вблизи большого пункта транспортного. Получается, используя ту же терминологию, не обеднеет и Эмори, потому что туда должны, соответственно, с фильтре Т в Таллине переехать батальон штаба и связи и командование системами кибербезопасности. А на фильтре Т что будет на месте казарм? Ну, хотел бы вас поправить, что по плану с фильтре Т должен переехать только батальон штаба и связи, который занимается непосредственно выучкой связистов, солдат срочной службы. Потому что сейчас на фильтре Т они находятся в реновированных, но старых казармах до военного периода, которые достаточно тесны для солдат срочной службы. И так как батальон находится практически в центре города, то достаточно большие логистические проблемы с выучкой в лесу и на полях. Приходится выезжать из города, возвращаться долго в город через все пробки и так далее. Поэтому если они будут находиться в Эмори, они займут ту самую новую казарму, которая несколько лет назад была построена для батальона логистики. И возможности для выучки солдат-связистов намного улучшатся. Ну, если говорить о выучке солдат, то вот армия становится некой школой эстонского языка еще для тех, кто проходит службу. И в данном случае мы говорим о том, что изучение эстонского языка станет обязательным. Раньше оно было добровольным. Да, вообще изучение эстонского языка в армии на самом деле начитывает историю уже в порядка 20 лет, наверное. Потому что с образования, с восстановления даже сил обороны Эстонии в какие-то моменты всегда русскоязычным солдатам, чьи эстонский язык не был достаточно хороший, пытались помочь и организовывались разные курсы эстонского языка. Просто раньше это делалось, что называется, отхок на месте, если командиры видели, что у нас достаточно большое число русскоязычных солдат, у которых сложности с эстонским языком, то, соответственно, там на месте делались какие-то курсы. В данный момент, к сожалению, мы видим, что эта проблема до сих пор существует, она систематическая. Насколько она большая? Вот в СМИ промелькнула цифра, что это касается примерно 10% призывников. То есть там чуть больше 300 человек в год. Да, мы оперируем цифрой ежегодно около 300 солдат, которые нуждаются в дополнительном изучении эстонского языка. То есть, к сожалению, мы, конечно, должны заниматься теми проблемами или не сделанной работой системы образования. Но так как силы обороны и армия, мы достаточно практичны. То есть если мы видим, что что-то мешает солдату успешно проходить срочно службу, мы хотим убрать этот фактор. То есть если мы видим, что язык является проблемой, мы постараемся это исправить. Ну, а скажем, обучение будет проходить как-то централизировано? Потому что, может быть, в одном отделе 5 человек не знают эстонский язык, а в другом районе 20 человек. Как это все будет организовано? Организовывается это так, что проходит тендер на поставку услуги курсов эстонского языка. И фирмы, языковые фирмы и учителя из этих фирм предоставляют курсы. То есть они сами приезжают? Да, мы используем гражданских учителей. Офицер отдела стратегических коммуникаций Генштаба силы обороны Эстонии Игорь Ляпин был у нас в гостях сегодня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.